Сотрудники аппарата, уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае, посетили Большую Туру после полученной информации о намерениях семи его жителей объявить голодовку. Несмотря на это, акция протеста началась. Голодовка продолжается уже второй день. Екатерина Станиславская продолжит тему. Денежные компенсации жителям села Большая Тура начали выдавать с пятницы прошлой недели. По данным на вечер 30 июня, единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получили 808 из 1162 жителей села Большая Тура, которым она назначена. Материальную помощь в размере 50 тысяч рублей получили 459 человек из 637. В ходе беседы сотрудники аппарата, уполномоченного по правам человека, выяснили, что не все довольны суммами компенсации. Но основным поводом для претензий стала ситуация с выделением сертификатов на строительство нового жилья взамен разрушенного. Член семьи одной из заявительниц, он не был зарегистрирован по месту жительства, был зарегистрирован совсем в другом месте. И, соответственно, автоматического права на получение выплат он не имеет. Более того, другая семья есть, у них не было оформлено право собственности на дом, который они получили по наследству, и они там не были зарегистрированы. И оформили данный документ уже после случившейся ситуации. Но они могут свои права в судебном порядке восстановить, и никто им, я думаю, каких-то препятствий чинить не будет. После визита бутсмена в Большитуринцы узнали, что имеют право, согласно краевому закону, на бесплатную юридическую поддержку. Адвокат, работа которого будет оплачена за счет краевого бюджета, уже сегодня выехал в село. Он поможет подготовить документы для обращения в суд. По результатам рассмотрения дел данной категории в других субъектах Российской Федерации, в частности в Крымске Краснодарского края, там суды рассмотрели порядка 12 тысяч исков от данной категории граждан. И почти 11 800 исков удовлетворили. В прямом эфире программы «Время перемен» губернатор края Константин Ильковский заявил, что в каждой спорной ситуации нужно разбираться персонально. И работа эта обязательно будет завершена. Более того, все, что полагается пострадавшим по закону, будет выплачено. Екатерина Станиславская, Валерий Широков. Время новостей.